Друзья, всем доброе утро. Среда. Как обычно, иду я на автобус. У нас, знаете, снова потеплело. То есть, днём до 23 градусов тепла. Вот. Ну, в принципе, и утром не такой уже и колотун, знаете. Хорошая погодка. Так, надеюсь, автобус мой придёт вовремя. Всё, та же тема. Двадцать седьмое декабря. Жизнь кипит. Кипит она у пчёлки, кипит она у всех. Ой. Пчёлка, ты же меня не укусишь. А то хватает кому укусить. Там на заднем фоне, знаете, музыка играет, там фитнес-клуб этот закопалась. Знаете, розы такие ароматные, что даже вот купить такие, да, ты не купишь с таким ароматом. Просто такой сладкий, такой божественный. Если поставить в квартире, такие будут запахные, будет аромат на всю квартиру просто. Я как-то немножко сегодня раньше времени, автобус пришёл вовремя, что очень хорошо. Я зашла в каньон. Такое же посмотреть, купить. Так, взяла я, зашла в Сакару. Такой вот фруктлярчик для парфюма. У меня тоже такое же. Это, кстати, очень даже удобненько. И не надо с Алика ждать. Ну, взяла номерок для аптеки. Главное, чтобы теперь, знаете, был и рецепт, и лекарство. Да, бедненько будет. Что-то так много людей вообще. Ужас. Причём в банкомате тоже. Блин, час простояло, и купила только одни таблетки. Одно лекарство. А на второе, говорит, нет рецепта. В общем, придётся сегодня звонить, чтобы хотя бы в пятницу купить их. Но обидно другое, то что час стоять в очереди и не купить. Яй-яй-яй-яй. Так, ребят, приехали в лес немножко пройтись, посмотреть, что тут по рябочкам. Появились или нет, то люди собирают, докладывают в фейсбуке. Слушай, а она, по-моему, ещё влажная земля. У меня по себе дороге уши заложило, блин. Надо было воды, наверное, попить. Я лично приехала чисто воздухом подышать. Лесным. Так, есть. Смотрите. Оп. Оп. Один. И вон прячется, видите, другой. Рядышком. А, ну этот уже всё трухлялый. Я уже сразу говорю своим языком. Говорю, Света, говорю, я нашла. Да, но один трухлялый, а один вроде ничего. Да, всё, один. И ничего. Да. А, вон второй под иголками трухлялый, видишь. Угу. Вот ещё. Ну, это тот, который трухлялый. А, который трухлялый, да. Ну, трухлялый, да? Я его не трогала, но похож. Нет? 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 Обычно он уже развалился. От таких манипуляций. Слушай, я что-то погорячилась. Такая курточка. Говорю, вроде тепло. Трухлялый. Сомневаюсь, что я нашла поляну. Увидел? Угу. Все увидел? Да. Ну, давай, теперь вырезай. Раз. Я вижу. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Где, говорит, маслята? Тут. Тут очки. Вот эти мотоцикли. А, вон еще один маленький. Тут целая прям полянка. Нет, я не чищу. Ты же знаешь. Хлёсии какие. Хлёсии. Хлёсии. Блин, мошки какие-то летают. Фу. В смысле, отцепи. Рука? Ты помнишь, как мы в Харькове с тобой собирали? Ты шапку где-то вот так повесил тоже свою. Помнишь? Мы ее потом еще ходили искали. Я не полезу туда, в кусты, Антон. Кипец. А как обойти? Слушай, я такой, если бы это, домой, да? Я про елочку. Но нельзя. Я не пойму, он такой цвет, посмотрите. Здесь вот зеленое, а здесь вот такое прям голубое. Как будто кто-то покрасил баллончиком. Ну, нет, не покрашено. Вот он там, походу, рыжик нашел. Ну, что, нашел? Так и рыжик. А ты думал, сразу штук сорок, да? Подумаешь, сломала чуть-чуть. Вот это вот копаться. В этом все. Антон, иди его забери. Я его и так сломала чутка. Ребят, нашли такое место под этим деревом. Уже кучу собрали. Еще вот такую, гляньте, откопали кучку рыжиков. Тут оно так под деревом. Я бы это дерево повыдирала себе клочьями волосы просто. Ну, я думаю, еще надо рыться там. Мы не весь периметр обошли этого дерева. Фух. Ну, такая вот трава. Прям в нее надо залазить. Закат, ребят. Гляньте, как заливает лес своим красным светом, закатным красотеньем. Я вот природу обожаю просто. А я еще люблю, когда очень мало людей, тишина. Трава такая зеленая. После дождя такая сочная. Ну что, ребят. Мы, в принципе, немало насобирали. И уже как бы пакет у нас полный. Сейчас идем к машине. Ребят, побежал, короче, парень. И я не поняла его национальность. То есть араб, еврей или кто он там. У него на перевес автомат. У меня, короче, сердце в пятки ушло. Может, просто парень занимается пробежкой. И, ну, так как это лес. Он с автоматом. Короче, меня снова нахлынуло. Антон, вон парень бегает с автоматом. Слышишь? С автоматом бегает. Ну его нахер пошли отсюда. Хватит тебе грибов там. У меня, короче, прикинь, я такая иду к дороге, и он бежит. Я не пойму, какой он вообще национальности. И у него автомат на перевес. Какой он нафиг военный? Он в обычной... Фу, боже, у меня сердце в пятки. Ну его нафиг. Да что ты говоришь, он в обычной одежде. Там, вон, видите, тропиночка. Я смотрю, бежит, короче, думаю, ёпта. Ага. Хотя вообще. Слушай, лес и бежит какой-то хрен с автоматом. Откуда я знаю, кто это? Тоже мне. Чё ты, чё ты? Как бы не очень комфортно. Ещё и на заднем фоне там бух-бух-бух-бух-бух. Перестрелки какие-то. Да хватит тебе грибов. Посмотрите, сколько у него грибов. Мало. Я не говорю мало. Я наброшу. Ты бы этой почистил. Движность. Всё равно. Потому что я не чищу, я только готовлю. Всё. Надо выдвигаться. Солнце садится, закат уже. Брызгать. Друзья, у меня ранение. Хотела, в общем, нарвать это для декора. Там иголочки туда-сюда. Вот сейчас шишечки буду собирать. Получила ранение от иголок. А это значит, есть где-то раненые. Да, знатно, друзья, мне выдирало волосы ветками. Ну, ничего страшного. Собственно, на этой ноте я закончу своё видео. Всем большое спасибо вам за ваше внимание, за ваши просмотры, за ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал дальше. Ставьте палец вверх. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Всем до скорой встречи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok